Пожарная часть номер 231 стала ближе к жителям Малаховки. В поселке заработало новое пожарное депо. Объект долгожданный. В Люберецком округе станция возведена благодаря губернаторской программе «Безопасность Подмосковья». Я сама пострадала от пожара 20 лет назад. Машины не успели приехать, и мы 4-7 сгорели дотла. Поэтому для нас это пожарное депо просто настоящий подарок. Время больше не сыграет злую шутку. День открытия пожарного депо разделил историю поселка на до и после. Позади осталось время, когда местные жители томились в ожидании спасателей из Люберец. Теперь малаховчанам до спасения рукой подать. Те подразделения, которые имелись, они не в полной мере обеспечивали безопасность жителей Подмосковья. В соответствии с программой губернатора Московского области Андрея Юрьевича Воробьева, безопасность Подмосковья была запланирована и сейчас выведена новое совершенное депо, которое всем требованиям технологическим и в том числе по безопасности прикрытия данного района соответствует. Работать будет комфортно. В депо оборудованы учебные классы, комнаты отдыха, тренажерный зал. В его арсенале две пожарные машины. Строительство и оснащение станции обошлось почти в 15 миллионов рублей. Депо было, наверное, необходимо. Расположение очень правильное. Также депо очень хорошего качества, очень новое, комфортное, как и для самой работы, так и для проведения различных тренировок. Пожарное депо в Малаховке станет новым рабочим местом для Бориса Ерохина. Вместе с ним здесь будет трудиться 41 специалист 231-й пожарной части. Под их ответственностью безопасность 25 тысяч жителей Люберецкого округа. Я искренне хотел бы, чтобы пожаров на территории нашего городского округа не было, а вы бы занимались бы профилактикой, разъяснением и просто повышали бы свою боеготовность, свое мастерство, профессионализм. За время работы программы «Безопасность Подмосковья» в регионе возведено более 80 пожарных депо. В этом году открыто две станции. Запущено строительство еще пяти. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.